Так что готов ответить за часть мужского движения на любой вопрос по нашей тематике. Да, мне было бы очень это интересно. Я сейчас скажу, с кем уже успела познакомиться я. Я познакомилась с Аганом, я познакомилась с Ванталой, я познакомилась с Безлайфом, я познакомилась с Вашим, Сергей, каналом, наверное, подробно я познакомилась. Также я побольше смотрю, это не мужское движение, это украинский пикапер Максим Девертита, он тоже близко к этому. Так, ну что, давайте попробуем. Давайте попробуем. Добрый день, Елена, добрый день всем, кто это смотрит и слушает. Ну, больше слушает, чем смотрит, мы не будем ничего особенного показывать. Я сижу в кафе в подмосковном городе Щелково с профессиональным психологом, как я понимаю. Не знаю, фамилия тайна или не тайна? Не тайна. Елена Донскова, преподаватель в том числе, сейчас заодно узнаем преподаватель чего. Мы познакомились с Еленой в комментариях к моему ролику «Личная жизнь РСП». Собственно, один из редких, взвешенных, адекватных комментариев женских был и возникло желание продолжить эту беседу, получить мнение или дополнение с женской стороны. И вот Елена согласилась, у Елены свой интерес к мужскому движению и к моему каналу в частности. Тоже про это поговорим. Спасибо за встречу. Надеюсь, что будет взаимоплодотворно и если пойдет хорошо, может быть, и не на один раз. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Елена. Как Сергей правильно сказал, я преподаватель. Я в первую очередь преподаватель. Во вторую очередь я психолог. Ну и так как комментарии были к ролику «Личная жизнь РСП», в общем, в прошлом я РСП. Я, наверное, отчасти этого стыжусь, но это часть моей жизни. Если вам будет интересна моя история, я готова ее рассказать. И свою точку зрения в том числе. Какая-то часть будет интересная. Мы будем использовать термин «РСП», и он будет использоваться не как оскорбление, а как просто технический термин, описывающий реальную жизненную ситуацию. Я лишний раз скажу, что я сам РСП, и все еще продолжаем оставаться. Елена относится к той категории, редкой, кто, во-первых, устроила второй брак. И, как я понимаю, скорее всего, брак, то, что я называл исключением, успешные случаи. Да. Можно сразу закинуть юночку. Он не основан на подходах близких к очарованию женственности. Вам это не близко? Вы знаете, я смотрела ваши ролики по этому поводу. Я не скажу, что я придерживаюсь этой теории. Я человек нерелигиозный. У меня очень крепкое семейное воспитание. У меня в семье никогда никто не разводился. У меня полная многодетная семья, в которой я выросла. Я очень, не скажу, что авторитарный папа, но достаточно строгий папа, строгий по воспитанию. Мягкая мама, которая полностью поддерживает точку зрения папы и никогда с ним не спорила. Во-все, мы ничего никогда не слышим, чтобы мама спорила с папой. У нас никогда в семье не ссорились. Всегда все решалось достаточно демократично. Я к этому привыкла. Среди моих родственников, ближайших, никогда не было разводов. И я к этому привыкла. Я привыкла к определенной модели семьи. Поэтому, наверное, отчасти да. У меня есть, в чем я согласна с линией очарования женственности. Есть какие-то моменты, которые, может быть, меня смущают. Но, в общем, каких-то жестких разночтений я не наблюдаю. С точки зрения религии, они в своих последних книжках практически полностью эту тему убрали. Там фигурирует слово «бог» иногда, но не более того, и все. У меня по поводу детей, кто в семье главный, например. Дети, муж или жена. Вот у меня есть немножко... Ну, я не скажу, что я буду жестко с этим спорить, но есть свое мнение. В психологии существует две концепции воспитания ребенка. Одна называется «Все для родителей», другая называется «Все для детей». Концепция «Все для родителей» говорит о том, что все должно доставаться взрослым. Да, там все блага и так далее. Дети должны быть на втором месте. «Все для детей» – это, по моему мнению, это эгоцентрическая концепция, которая выращивает ребенка эгоистом. Там действительно вокруг ребенка пляшутся такие пляски, что ребенку все, те самые лучшие, мы возьмемся и будем отказываться. Вот я превержен в концепции «Все для родителей». Это, опять же, выглядит эгоистично, но нет. Ребенку даются блага, которые ему необходимы для того, чтобы он вырос, полноценный человеком. Как физически, материально, так и психологически. Но, когда идет речь о выборе, например, личное пространство родителей, нарушается или не нарушается, может быть, какие-то лучшие, я скажу утрированно, лучшие куски, то я считаю, что это должно доставаться родителям. Здесь, казалось бы, нет никаких разночтений с этой концепцией. А с другой стороны, для меня, как для матери, биологически все равно, в первую очередь, будет стоять ребенок. Потому что достаточно высокий уровень связи между нами. Но я не буду это демонстрировать. То есть, если, например, мне придется выбирать между моей жизнью и жизнью ребенка, лично я, я не буду говорить со всех женщин, я буду выбирать жизнь ребенка. И как бы мне это не горько было признавать, скорее всего, если мне придется выбирать между жизнью и жизнью ребенка, я выберу жизнь ребенка. Можно я усложню? Если усложню, предположим, именно в этой логике, предположим, детей трое. Опасность уграждает одному. Ваше решение? Вот здесь все очень тяжело. Это одна из психологических таких штук, когда вы тонете, кого вы будете спасать. Вот здесь нет однозначных последствий. Я не знаю, как я поступлю в эту ситуацию. Но ребенок никогда не будет знать, что он на первом месте. В нашей семье у нас, вот в моем нынешнем браке, он уже 8 лет длится, этот брак, 9-й пошел год. У нас самый лучший кусок папы. У нас есть личное пространство родителей, куда не вмешиваются дети. То есть, это папа, он в семье главный, дети на втором месте. Грубо, но так. Ну, это, собственно, как раз традиционная схема. Вот и мусульманский проповедник, который я там приводил, он ровно это. И не только мусульманский. Да, просто то, что демонстрируется, и то, что чувствуется. Свежий был ролик Анастасии Египской, тоже про приоритет. В традиционной схеме там даже вопроса не возникает. Между кто мусульманский, он вообще четко объясняет, он говорит, что это, представьте, две опоры в доме центральной, на которых идет несущая балка. Вот эти две опоры, это отношение муж-жена. Дети, они находятся под крышей, которая в итоге получается, если у вас вот эта балка несущая держит, то все накрыты, всем хорошо. Если она не держит, если она падает на детей, то, в общем, дети становятся такими мини-атлантами. И как бы все нарушается, особенно когда детей несколько там начинается. Ну, здесь для меня, наверное, показатель один из рассказов Джека Лондона, не знаю, Сергея читали бы или нет, называется «Кусок мяса». Когда папа профессиональный боксер, ему нужно, он уже достаточно в возрасте, семья обедствует, ему нужно выиграть бой для того, чтобы прокормить свою семью. Но дома еды нет. Рассуждается о том, что вот был бы кусок мяса, да, детям вот так, от детей, как бы, жена отдала от себя, отдала от детей, вот все, что было, да, еда какая-то. Она все отдала мужу. Ну, вот для того, чтобы он выиграл бой. Ну, вот от выпуска мяса ему не хватило, чтобы это было. Да, то, что от жизни родителей зависит жизнь детей тоже. Мои самые первые шаги, ну, как клиент, я имею в виду психолога, а я много времени достаточно, в сумме, наверное, под пару лет провел в виде клиента, так сказать, для психологов разного рода. Одна из первых вещей, которые мне объясняли, это вот эта схема с маской, которую я так люблю повторять, особенно, только почему-то ее повторяют обычно в контексте мама и ребенок. Никогда не забывай, что вообще то же самое применимо к ситуации папа-ребенок и папа-мама, что надеть маску на себя, потом на кислородную маску. Я даже, по-моему, видел, есть фотографии, инструкции реальные, там действительно нарисовано, что сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка, потому что, если вы этого не сделаете, то ребенок на вас маску не наденет никогда уже. Не наденет, да. Один из жестоких экспериментов с животными, не знаю, слышали, не слышали, с обезьянами делали шимпанзе по поводу выживаемости животных, кто важнее детенышей или родителей. Там есть красивые слова жертвенности, а то, что животные жертвуют собой ради детей и так далее. Проводили эксперимент с разумными обезьянами. Шимпанзе, да, они считаются достаточно близки по развитию своего интеллекта, да, это высшие приматы. Шимпанзе запирали в аквариуме вместе с детенышем и начинали пускать воду. Пока вода не доходила до носа, она поднимала его над головой. Как только вода достигала вот этого уровня, она его клала вниз и вставала на него ногами. То есть это биологическое, то, что выживает тот, кто может воспроизводить себя. Это жестоко, но... Это вот та часть, которую я очень уважаю Робина Бекера, хоть я не могу, к сожалению, себе железно сказать, что я сторонник эволюции или противник эволюции, но вот из тех, кто с точки зрения эволюционистов выступает, он очень... все у него системно, строго и согласуется, скажем так. Без лирики, да? Без лирики, он, собственно, постоянно говорит, что я не рассматриваю моральные аспекты, я говорю, мораль это там другое, давайте вот про биологию. Если оттолкнуться все-таки, вот мы столкнулись на ролике «Личная жизнь РСП». Мне жаль это сознавать, но вот ролик, который для меня был совершенно проходным и снят просто вот, когда я там шел, заканчивая пробежку по лесу, я просто записал несколько мыслей и это, к сожалению, лидер просмотров на канале, по-моему, сейчас под 50 тысяч там. То есть он примерно в 10 раз превышает ближайшего конкурента. Что, в общем, жаль, потому что я бы предпочел, чтобы, например, больше людей посмотрели перевод фильма Роберта Джонсона. Но вот реальность такая, какая есть. Может, в том числе это сказывается на поиске, то, что люди заходят, они все-таки... Входной инструмент – это поиск по ключевым словам. Редко кто заходит и ищет Роберта Джонсона. В основном люди заходят и ищут что-нибудь такое более короткое, человеческое. И наслушные по себе. Я, честно говоря, давно потерял комментарии, по-моему, перевалили за тысячу или за две тысячи. Я давно уже сильно не читаю, что там происходит. Вижу, что там много руганий, что-то банит сам робот, что-то иногда я сам удаляю, если вижу вдруг, что робот не увидел, но стоит удалить. Но в целом, в общем, дискуссия достаточно там идет эмоционально напряженная. И, в общем, читать ее скорее неприятно, чем приятно. И мне показалось, большая часть аудитории, собственно, не услышали, что я там сказал. Начинаются моральные оценки. Эти все там все шлюхи, эти там все, вы вообще не люди. Да, вот эти вот, конечно, эта лексика, она меня сама по себе просто как бы отпугивает и не нравится. И из-за этого приходится и в мужских каналах приходится ковыряться и разбирать. И вот не так уж могу, что я могу смотреть на русском языке в мужском движении. На английском тоже, кстати, там тоже есть такая проблема, но там менее выражено, потому что больше намного выбор. Так что на английском языке есть больше, чего можно успеть посмотреть. А смотрю, я постоянно что-то происходит. Да, то есть уровень цивилизованности все-таки и демократического общения, он немножко повыше, да? Наверное. Может быть, цензура лучше работает тоже. То есть самые экстремальные каналы забанены давно. Соответственно, люди, которые остались, они либо взвешенные какой-то... В общем, находятся какой-то способ это взвешенно излагать. Сейчас, конечно, родилось другое давление. Демонетизация. Те, кто зарабатывал на этом, их лишили поддержки. Из-за этого еще часть канала убралась. И там есть тенденция к исходу. То есть, возможно, что будет какая-то миграция на... Поскольку давление продолжается, возможно, будет миграция на какой-то внешней платформе. Ну, пока живем здесь как можно. Отталкиваясь от тезисов того, что я высказал в ролике, собственно, я, ну, как бы, серьезных аргументов против никто не сказал. Есть женщины, которые категорически не воспринимают это вообще, то есть, то, что там сказано. Особенно народ почему-то напрягся от моей идеи, что психологическая обстановка в семье – это одно из сложившихся разделений ролей. Что вот психология, как область, она, как бы, лежит в женской сфере. Хорошо это или плохо. Ну, вот по аналогии, как я привел, да, что вот едет машина, у нее там сдуло колесо, кто будет его менять из пара? Ну, естественно, его будет менять мужчина. По той же причине. Есть разделение ролей. Из-за этого автоматически, как я понимаю, следует, что развал, как бы, семьи, да, он автоматически становится в большей степени проблемой женщины, да. Причем более экстремальные авторы, там вот сейчас есть этот «Коуч Рид Пилл», он, например, просто стоит жестче. Он говорит, что разведенная женщина, типа, категорически с ней нельзя дело иметь. Причем он обе ветки рассматривает. Он говорит, всего два варианта. Либо человек тот был ужасный, значит, она его выбрала и не увидела, и не умеет разбираться в людях. Либо она сама была настолько ужасной, что он сбежал. То есть, оба варианта получаются плохие. Ну, за какими-то, может, редкими исключениями. Из его, по крайней мере, да, то есть, получается, что... Вообще говоря, это не только к браку относится. Мы говорим сейчас про разведенки. Это означает, в принципе, любые отношения. Любые отношения. То есть, отношения разрушились равно... Вина женщины. Женский, да, фейл. Может быть, этот подход устарел. Может быть, пора что-то на эту тему пересмотреть. Тем не менее, я не вижу, чтобы, например, мужчин так же активно вовлекали в психологическую тему. Но если бы я сам, например, своего сына не вовлекал, прям за шкирку буквально, а он уже является и клиентом, собственно, был и клиентом у психолога, и собирается стать, возможно, психологом тоже. Но вот кроме этих исключений, нет. Чему учат мальчиков? Быстро бегать, высоко прыгать, там, драться, территорию свою защищать. Ну, то есть, вот-вот, чему их учат. Не этому. А касаемо психологии, наоборот. Говорят, ты не плачь, там, ты не имеешь права на эмоции. И наоборот, он должен все контейнировать и вот быть весь в себе. Поэтому одна из главных претензий, да, что почему развал брака является именно женским провалом? Разве это как бы что-то тут необычное, тут что-то такое неочевидное? Я выскажу немножко свои мысли. В чем-то я с вами соглашусь, в чем-то, наверное, я с вами не соглашусь. То, что у нас воспитываются мужчины и женщины по определенному социальному стереотипу, да, это так. Я в своей работе, я это постоянно наблюдаю. Действительно, мальчикам депутывается одна линия поведения. И психологическое воспитание мужчин, оно, мягко говоря, очень сильно страдает. Ко мне редко обращаются, вы понимаете, что за помощью, например, ко мне чаще обращаются девочки, чем мальчики. Мальчики обращаются, но редко. И обычно, когда ты начинаешь разговаривать с мальчиком, ну, назовем все-таки женский возраст, я буду называть, да, это уже понятно, что это уже, скорее всего, взрослые люди, но буду называть мальчики. Они обращаются, как правило, не со своей проблемой. То есть они говорят, что вот у моего друга проблема, у моей мамы проблема, у моей девушки проблема, у моей сестры проблема. И когда мы начинаем работать с проблемой стороннего человека, мы уже тогда открываем проблему данного молодого человека. Начинаем работать уже с ней. Потому что подготовлю социальный стереотип. Кто его готовит социальный стереотип? Взрослые в семье. Что нельзя, не показывая своих чувств. У меня есть пример работы с девочкой, которая воспитывает один папа. И эта девочка воспитана на этих мужских стереотипах полностью. Не демонстрируй свои чувства, не украшай себя. Ты сильная, делай все, как бы тебе ни было больно, делай задачу, которая перед тобой поставлена. То есть у нее практически полностью мужская модель поведения, потому что ее с раннего возраста воспитал один папа. Есть такой вот феномен. Да, это все идет от воспитания, это идет от социальных стереотипов. То, что женщины психологически более грамотны, наверное, нет, не грамотны, но подсознательно есть определенная, да, такая женская мудрость, это, наверное, называется, определенные линии поведения. Можно и назвать это манипуляциями, да, это можно назвать манипуляциями. Подсознательно или сознательно женщины очень часто манипулируют окружающими, не только мужчинами, другими окружающими тоже, такими же женщинами и детьми. Это прослеживается. Это сформировалось, ну, исторически сформировалось, я так думаю. В современном обществе кто несет ответственность за распад семьи? По моему мнению, несут все-таки оба человека. Почему? Потому что это взрослые люди, создавшие семью. Да, конечно, у женщины больше вероятности вызвать мужчину на эмоции. И, к сожалению, психологически давить на человека, у женщины возможности больше. Мужчины поддаются на это давление. Уровень сознательности я не хочу лишать мужчин в определенной доле сознательности, понимания того, что происходит, и принятие решений в этом. Но часто семью разваливает действительно женщина. Я перейду к своему случаю. Мы создали семью, когда мы были достаточно молоды. Первый мой брак мне было 20 лет только исполнилось. До этого мы год встречались. Ему было 22 года. И я искала подсознательную модель отца. Он был на него похож. Внешне похож и, как мне казалось, похож по поведению. Почему у нас не получилось? Он был не отцом, скажем так. То есть, вот он не виноват. Я к своему бывшему мужу отношусь хорошо. Действительно хорошо. Я ему благодарна. Он достойный человек. Мы были очень молоды. Мы были очень незрелые. У нас через 5 месяцев брака я забеременела. У нас родилась дочь. Мы постоянно ссорились. То есть, мы не могли. Он не уступал, я не уступал. Если бы мне хватило мудрости на тот момент, возможно, все бы было нормально. А может быть, и нет. Были моменты, когда, ну я скажу так, наверное, он меня немножко подводил, как мне казалось. И я этого, мне это было очень тяжело пережить. Вот эта вся ситуация, ну, совместная была. Я не буду говорить, что он там сволочь, скотина, какая-то все мужики-кослы. Нет, мы далеко не козел, далеко не скотина. Он абсолютно нормальный, адаптатный человек. Просто мы были молоды. Наверное, мы не очень осознанно подошли к созданию семьи. Нам казалось, что у нас огромная любовь, которая способна преодолеть все. Но вот так не получилось. Кто виноват, ну это надо уже под лупой рассматривать. Каждую ситуацию, каждую ссору, кто ее начинал, кто продолжал и так далее. Инициатором развода кто был? Муж. Инициатором развода был супруг. Мой случай. Он ушел из семьи, когда ребенку было 9 месяцев, и год подал документы на развод. Я переживала, он переживал, я знаю, что он серьезно переживал, что ему было плохо. Очень тяжело переживала развод. Возможно, технический вопрос сразу, насколько я знаю, до года ребенку развод технически невозможен. Невозможен, да. Он подождал, пока ребенку сломится лот, подал на развод. Тогда мне казалось это ужасно. Но сейчас я понимаю, что это было правильно. Мы бы не смогли жить вместе. Мы, скорее всего, просто уничтожили друг друга. Мы и так почти убили друг друга. Я его, он меня. Я очень, я скажу, единственное, что я опишу на мужа. Я обижена на то, что он перестал общаться с дочерью со всеми. Он сначала с ней чуть-чуть общался, а в три года он оборвал общение со всеми. У меня целый список видео есть, посвященные именно этой теме. Правда, там обычно речь идет про, конечно, насильственное отчуждение, ну или манипулятивное отчуждение. Я как бы не знаю, что там в вашей ситуации происходило. Но вот у меня сын участвовал в нашей конференции на четверых, когда был. В этом момент, когда он сам сказал, и я ему это никогда не говорил. Это его мнение, что он утверждает, что он же был со стороны ребенка именно в этой ситуации. Он говорит, что ситуация выглядит неустойчиво, когда родитель приходит раз в неделю, раз в две недели. То есть, что она как бы обязана куда-то свалиться. Либо в постоянное общение, либо прекратиться почти полностью. Такое у него ощущение сложилось. Ну, собственно, наша ситуация, она и в итоге кончилась с тем, что это прекратилось, да. Ну, правда, это больше, конечно, моя инициатива была на это отдельная уже песня. Ну, здесь была такая ситуация, то, что сначала супруг приезжал, да, достаточно регулярно приезжал, а потом потихоньку, вот с трех лет, вот до трех лет он приезжал. Я до сих пор прекрасно общаюсь со своей будучищественной кровью, с его мамой. Она приезжает к ребенку, и мы возим ее общаться. Ну, то есть, общение, ну, оно просто нормальное и все общение. Нормальное человеческое общение. Супруг отказался от родительских прав в итоге. Ну, я расскажу, как это было. Там, конечно, не без моего участия это обошлось, но это уже было сознательно. Это был не способ отомстить или что-то еще. Это уже было, ну, такое вот, трезвое решение. У меня, помимо вот нынешнего супруга, у меня были еще одни отношения, где-то через год после развода. Они продлились полгода, после чего мужчина. Я никогда не знакомила, да, отношений серьезных. Да, наверное, несерьезных у меня не было. У меня вот были одни отношения, которые полгода продлились. Ну и все. Первый раз замуж это был, ну, вот это был классический, наверное, брак. Да, у меня никогда не было, да, его мужчины, моего первого супруга. Я к нему была очень сильно привязана. По разным причинам. Можно здесь уточнение вставлю? Да. Собственно, один из, второй, наверное, тезис, может быть, центральный тезис всего этого ролика был, что, ну, как бы я настаиваю и из личного опыта, и из опыта, там, удачного и неудачного окружающего людей, что кроме каких-то особенных, совершенно исключительных обстоятельств, совершенно не стоит знакомить даже, чтобы, то есть ребенок даже вообще, ну, может быть, о самом факте он может знать, что, типа, есть какой-то там партнер или там партнерша. Но видеть им друг друга в лицо, это как бы и опасно, и ненужно, и неполезно, ну, то есть никаких причин это делать нет. И наоборот, это источник риска потенциального, и физического риска, и психологического риска, и тот факт, что партнеры меняются, например, то есть ребенок там привык к одному, через три года там с этим, допустим, отношения разошлись, он там перепривыкает к другому. Мой был призыв, что раз уж человек попал в эту нехорошую ситуацию РСП, ну, хотя бы нужно соблюсти, как это называть, психологическую гигиену, что ли, то есть сохранить некий этот кокон психологической такой безопасности, вот, ребенок, как бы, он, ну, живет в таком шарике, а этот шарик, это, как бы, моя задача, как родители этот шарик соблюдать, то есть все мои дела, это вот кот, который гуляет сам по себе, вот есть нора, там, как бы детеныш, все, я как-то вышел, там, я ушел по своим делам, вернулся, я вот опять все. Вот я, как вы говорите, я активно сижу и киваю головой. Полностью согласна, на сто процентов. Всегда посторонний человек, а все-таки чужой мужчина и чужая женщина, да, это посторонний человек, это не родной ребенку человек. Если ты рожаешь ребенка, ты за это ребенка несешь ответственность до конца своих дней, а то и до конца дней этого ребенка, потому что тебя не станет, а твой портрет, да, у ребенка, он навсегда отложится в памяти и всегда будет на него влиять, на его поведение, поступки, мысли и так далее. Родители, они всегда живут у нас внутри, они никогда оттуда не уходят, их все поступки отражаются в нашем поведении. И то, что женщины и мужчины, которые остались с ребенком, одни, без второго супруга, должны охранять личное пространство этого ребенка, да, я полностью с вами согласна. У меня мыслей не было, когда я развелась заводить новую семью. Я этого делать не собиралась совершенно сознательно. Я сказала себе, что все, у меня есть моя дочь, да, там будет папа, тогда папа еще общался, да, я даже может где-то надеялась, что мы будем вместе, я долго на это надеялась. И у нас был момент, когда мы сошлись, потом разошлись опять, ну вот, ну, не сошлись, скажем так, в условиях нашего, нашей совместной жизни дальнейшей. Я была слишком гордая, он тоже был слишком гордый, так получилось. И я совершенно сознательно, я не искала другого мужчину, у меня не было мысли о том, что я, получается, буду папу своей дочке искать, нет, наоборот, я никого не пущу больше, все, то есть вот это ребенок, я должна обеспечить, чтобы все было нормально. У нас есть модель мужчины в семье, да, я как психолог понимаю, что растить ребенка без хорошей модели семьи это сложно. И в любом случае у ребенка по наслажданию собственной семьи, скорее всего, будут проблемы, потому что ребенок модель семьи принимает возраста до 5 до 6 лет. Тогда же, когда он начинает ассоциировать себя со своим полом, не только физически, но и социально. И ребенку нужна полная семья, она ему необходима для нормального вхождения в социум и существования в этом социуме. Но лучше семья, да, вот не полная семья, чем, например, семья деструктивная, где приходит чужой дядя, да, или чужая тетя, которая начинает занимать свое пространство. И так как это не родной ребенок, а принять не родного ребенка может, ну, единица, должен быть уникальный человек с совершенно определенным характером, с совершенно уникальной психикой. Это, ну, это действительно единица. И он будет пытаться, да, может быть, не открыто, но как-то этого ребенка дистанцировать от второго подхода. Это я говорю о психологическом вреде, когда ребенок будет себя чувствовать неродным. Когда истории, много историй в моей, да, вот практиках психолога и как человека. Сошлась семья у женщины ребенок. Родили своего ребенка совместного в семье. Родственники мужа ребенка своего кровного принимают, а этого ребенка отчуждают. Это не явно то, что уйди ты чужой, да, как отталкивают от кормушки. Ну, там подарки неравноценные, внимание неравноценное. Чувствует ли это ребенок? Конечно, это ребенок чувствует. Риск физический тоже огромный существует. Даже говорить эти случаи не единичны, к сожалению, они просто есть и все, как бы неприятно было это озвучить. И я не собиралась создавать новую семью, да, у меня вот между первым браком и вторым у меня были одни отношения. Одни отношения, которые продлились полгода, и как только я не знакомила ребенка с этим мужчиной, и как только мужчина пошел на сближение, как только начались разговоры о том, что я тебя познакомлю с родителем и так далее, я хочу познакомиться с ребенком, я его бросила. Потому что я была к этому не готова, и ей это было не нужно. Вот да, мне нужны отношения, женщины нуждаются в мужчинах, как я думала, и мужчины нуждаются в женщинах. Опять же, так сложилось исторически. Но создавать новую семью я была не готова, и я долго была не готова, когда встретился мой меньший супруг. Год он не был знаком с моей дочерью, хотя он предпринимал попытки с ней познакомиться, спрашивал меня и так далее. Почему я решилась познакомить их? Я познакомила их до того, как, конечно, мы вообще стали жить вместе, и у нас какие-то начались семейные отношения. Ну вот, наверное, он вот такой вот уникальный человек. Мой муж, я не могу о нем говорить спокойно, я сейчас начну, у меня сейчас такая дрожь немножко в голосе появится. Он очень добрый, невероятно добрый человек. Он невероятно добрый, невероятно открытый, светлый человек. Он, наверное, способен любить всех. Я таких людей в своей жизни не встречала. Я долгое время, как такая подозрительная женщина отчасти, я очень долго присматривалась. Мне казалось, ну ты же, наверное, врешь, ну не может так быть, ну не бывает таких людей. И вот прошел год, все-таки, да, Ума уже начала обижаться, что обросить я его не могла. Мне было очень тяжело его бросить. И прошел год. Он говорит, ну я тебе уже сколько раз, да, ты ко мне настолько несерьезно относишься, что вот ты не готова. Я ему рассказала все. То есть я говорю, ты знаешь, это ребенок, ребенок к тебе привяжется. Мы разойдемся. Как я буду это объяснять? Это же ненормально. И в итоге все-таки я дала слабину. Я их познакомила, прям я их познакомила неофициально, то, что вот это какой-то дядечка его зовут так, да, это вот девочка, которую зовут вот так. Да, вот познакомьтесь, это там мамин дядя. Нет. Я просила довезти нас до определенного места на машине. Он нас довез и просто он пообщался, поговорил с ребенком. То есть это был вот дядя, который довез там таксиста, да, по сути. Мой знакомый. Он немножко с ней пообщался, там пара злот. Ребенка было четыре года на тот момент. То есть год, как биологический папа, он прекратил взятое общение с ребенком. Абсолютно. Он не звонил, он не узнавал, как она себя чувствует, он не поздравил ее с ним рождение. То есть полностью, он полностью уже, да, отчуждался. Алименты он не платил. То есть я, сейчас расскажу, когда я подала на алименты, я подала на алименты, пять лет ей было. Подала с, ну, с корыстной, наверное, целью, не элементов. Я понимала, что он не начнет общение, и я собиралась подавать на решение. И, опять же, мотив свой я готова буду объяснить, почему я это сделала. Ну, и потихонечку мой наше супруг стал приезжать в гости. Просто, да, приезжать в гости, попить чаю, там, уехать. Это было долго достаточно. Потом, ну, потом мы начали жить вместе. Опять же, это было не то, что вот там, да, заходи. Я поговорила с ребенком, она у меня довольно разумна. Она уже в свои четыре года была рассудительной девочкой. Все так-то, так-то, ты согласна, вот, да? Она говорит, ну, да, хорошо. Начали жить вместе. Ребенок сам, как бы там не было наставив, что там называй папой и так далее. Как-то я представила, назвала по имени. И она подходит ко мне и спрашивает. Мам, можно я буду называть папой? Как я смогу это разрешить? Вы сами говорите, да, решите сами. Она подошла и спросила. То есть, можно? Да, можно. Опять же, в семье это... Потом я забеременела, опять же, по просьбе. Он говорит, не то, что был там какой-то... Он говорит, я хочу ребенка еще одного. Я говорю, давай подождем. Он стал настаивать. Ну, ладно. Вот мы родили еще одного ребенка. Восемь лет живем вместе. Мы не ссоримся. Совсем. Насколько он принимает мою дочь, я сначала присматривалась очень придирчиво. Вот честно, я была такой сволочью, я очень придирчиво присматривалась. Вот у меня никаких возличий. Мой папа, который вообще к этому всему очень скептически отнесся, через какое-то время наш совместер жизни сказал, ты знаешь, мне почему кажется, что он вот старшую любит больше, чем младшую почему-то. Не знаю. Может быть, это то, что я хочу видеть. Вот так. То, что это не типичный случай, да, не типичный. Можно такое провокационное вопрос. Да, можно. Если попробовать вспомнить, скажем, ваши вспомнить, допустим, 16-17 лет. И попался человек, ну, где-нибудь там, не знаю, в классе или там на улице, который вот по складу характера, как нынешний муж. А он был бы интересен сколько-нибудь? Нет. Он был бы интересен как друг и не был бы интересен как партнер. Совершенно адекватно. Да, это провокационный вопрос, я готова на него ответить. Просто одна из, как бы, таких шаблонных установок, что вот в период, когда у женщин самый активный, вот, как бы, пик сексуальной энергии, да, ну, как бы, репродуктивный, скажем так. Ну, да. То предпочитают они не тех, кто такой весь уравновешенный, там, добрый, там, милый и так далее. Хотя, может быть, как бы, то есть, с точки зрения разумного рассуждения, ну, такого рассудочного, да, возможно, что если вот с ним конкретно связать себя, то это как раз тот вариант, который мог бы продлиться, пока смерть не разлучит вас. Но не выбирают этих мужчин и этих ребят, да, они ждут в своей очереди, скажем так, на вторых детей, но не на первых. К сожалению. Я это говорю, как ребенок первый в семье, первенец. У меня, ну, как это называется, полусестра, с разницей в 7 лет. Сводная, да, как называется? Нет, почему сводная, мы родные по маме. А, помар. У меня родственник, вот, ну, из моего, из моего поколения. Ближе у меня родственников нет, и у нас хорошие отношения. Хорошие. Лучше, чем с папой точно абсолютно, ну, со вторым папой имею в виду. Практически я, так, до некоторой степени играл, ну, это был уже в подростковом возрасте, я такой, как бы, суррогатный папа был до некоторой степени, потому что, ну, настолько, как бы, мало было вот это вот отцовское участие, что мне приходилось частично восполнять роль и вот эту. И, собственно, сейчас приходится. Ее уже нет в живых, но мне и сегодня приходится это, как бы, делать. Быть старшим братом. Не то, что я, как бы, страдаю, но, в общем, вот это просто факт, что, когда и нужно обратиться к старшему мужчине, то это я, по факту. Мне трудно считать заобразие с поведением, вот, но я, как бы, иногда могу что-нибудь умное сказать, иногда куда-нибудь сказать, где что-нибудь почитать, может быть. Даже со своим психологом делился один раз, там, был такой. А почему у вас не сложились, если не секрет, отношения с вторым отцом? Вас же официально усыновили? Да, причем меня усыновили, мне был возраст меньше года. Воспитал у вас совсем раз. Собственно, тайна моего происхождения всплыла в таком уже, в середине школы примерно, где-то пятый, шестой класс. Частично случайно, частично не случайно. Неслучайная часть в том, что, как бы, я все время чувствовал, что что-то не то. Вот, ну, я столько, сколько я себя помню, думаю, всегда мне казалось, что что-то не то. Особенно мне резало глаз, насколько разные отношения, даже не то, что, например, покупают вещи, там, или, там, хвалят, а, например, толерантность к тому, что считается, например, дерзостью. То есть, с моей стороны, вот, малейшая, вот, вот, тютелька какая-нибудь, там, приподнятого тона, там, или возмущения, или какого-то, там, неподчинения, она воспринималась просто, как будто это, не знаю, это, прям, преступление века, которое требует, вот, сейчас, прям, там. Сестра могла, ну, чуть ли не послать, когда ей хочется, то есть, ты иди ты там, ну, и это проглатывалось никак, и это с какого-то момента просто резало слухо, ну, такого не может быть, ну, не может, потому что не может быть. Что-то такое, что-то было не то, я, как бы, все время чувствовал, что что-то не то, но что не то, я не понимал. Но когда я нашел бумажку дома, следовательство об усыновлении, я, как бы, до конца еще не понимал, конечно, в пятом, там, шестом классе, что это значит, но поскольку, как бы, я ее показал маме, мама была вынуждена что-то, там, промямлить, и т-т-т-т, вообще, как бы, ну, в течение, там, где-то полугода, постепенно, у меня это осознание, на меня, говорю, пришло. И когда оно окончательно пришло, я понял, ага, так вот, чем все это объясняет, блин, и я думал, почему же так все странно-то в жизни устроено. Нет, все не странно, все очень, все понятно, все сразу. И главное, самое интересное, у меня, в общем-то, странным образом, именно после этого как-то и претензии-то, в общем, снялась. Да, мне, может быть, там, у меня не нравится сам человек, у нас были с ним личные именно проблемы. Мне, там, есть к нему претензии, кто он, как он общается, там, как он себя ведет, или даже, как он, как он, там, с мамой обращался, да. Но, как бы, я не могу к нему эти претензии по поводу себя поделять, потому что я ставлю себя на его место и понимаю, боже мой, не дай бог, не дай бог, не дай бог, чтобы... И я сам, наверное, как я к нему обратил, как я к нему относился и до этого открытия, и после, и думаю, блин, вот, если карма на свете есть, не дай бог, чтобы мне это вернулось. И я это получил в качестве тоже, вот, ребенка. Меня это, наверное, пугало, вот, реально пугало. Это одна из вещей, которая меня самого, даже когда у меня дососновательные отношения были, как бы, ну, собственно, с некоторыми бывшими, у меня очень хорошие отношения по сегодняшний день. Были какие-то порывы, я думаю, мне пора ли, там, действительно, ребенка посмотреть. Он там, я знаю, я знаю, как он выглядит, я знаю, сколько ему лет, я знаю, там, какие-то обстоятельства в этой жизни. А не пора ли? Потом вспоминал какие-то свои, там, моменты, думаю, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, нет-не-не-не-не. И для него, и для себя. Не, не надо. Есть граница проходит, и вот нельзя ее пропускать. К сожалению, это... Это разумно. Это, как бы, плата, плата за собственную ошибку. Ну, да. Я плачу за то, что я ввязался в ту ситуацию, в которой ввязался. Я, конечно, понимаю, что она, вроде по всем формальным признакам, ты совершеннолетний. У меня в этот момент была там работа, у меня была там полная самостоятельная жизнь. Вроде бы ты за все это отвечаешь сам, и ты виноват. С другой стороны, для меня до сих пор загадку представляет вот это вот отсутствие психологической подготовки, объяснение. Такое, как бы, ну, я это воспринимаю как намеренное умолчание, но не может, не могут 18 лет случайно не говорить, как устроен семейный кодекс. Ну, не может такого быть. Ну, это просто можно делать. Это намеренное умолчание, то есть, вот, честно, особенно вот на сыне ярко видно, там, я тот свой перформанс с ЗАГСом проделал. Угу, интересный опыт. Я ему говорю, у вас, у них общество ведение есть, ведут его много, лет, наверное, уже 4 или 5 у него проходит. Я говорю, вы проходили семейный кодекс? Он говорит, нет. А понятие там о преступлении, хоть какие вообще, там, адвокаты, там, гражданские дела, уголовные дела, нет. И, я говорю, а что же вы проходите? Он говорит, мы проходим определение слова общества, определение слова государства, определение слова правительства, схема, значит, как устроен Совет Федерации. То есть, куча какой-то совершенно абстрактной информации, которая еще и меняется каждые, там, два года. Как там связаны эти стрелочками, там, верхняя палата, парламенты, нижняя палата, парламенты, выборы. И вы, люди, вы, например, знаете, что такое алименты, когда они назначаются, когда нет? Нет. Ну, не знаю. Я не могу это считать случайностью. Ну, вот, ну, не получается у меня это. Я считаю, что это, ну, это заговор. Самое ближайшее, что мне по аналогии в голову приходит, это фильм «Они живут». Нет, я не смотрела. Там, где человек находит очки случайно, которые выглядят как черные, он их надевает, и вдруг вся реклама преображается в такие оздунги, например. Вот так выглядит, как реклама карибского курорта, он на черном фоне белом «Размножайся», там, на плакате с выборами «Подчиняйся». И он, вот, и все. Оказывается, что мир захвачен инопланетянами, и они, значит, наводят такими антеннами вот этот, типа, морок. Он очки надел, и он видит, собственно, как на самом деле устроено. Карпентер – это классический фильм. Нет, я вот не смотрела. И вот я это могу только с этим сравнить, потому что вот эти вот очки в хорошем смысле, если у мужского движения получится делать то, что мы хотим сделать, ну, я бы так видел. Это как раз те самые очки, которые человек вот надевает, и вдруг видит мир, как он есть. А он, ну, другой. Другой. Не такой, какой вот. Человеку 18 лет готовят, потом, упс, и он сталкивается с реальностью. А реальность устроена совершенно не так, как ему рассказывали. Я здесь попытаюсь высказать свою мысль, может быть, чуть-чуть коряло, не знаю, как получится. Мне кажется, что вот эти очки, они должны быть чуть шире. Они должны захватывать не только мужской население. Я такой, ну, конспиратор тоже, у меня любимый сериал «Детство в детстве». Подростковый здесь секретный материал, и поэтому тут… Ну, не знаю, да. Ну, вот, я такой, да, отчасти она конспиратор тоже, вот этих конспирологических теорий, поклонник. И, в принципе, социум, он здесь идет перекос не только в сторону дискриминации мужчин. В принципе, в сторону дискриминации людей. Нас, в принципе, как-то странно дрессируют на определенное поведение. То, что есть дискриминация в сторону мужчин, да, есть. Также она есть и в сторону женщин, каких-то вопросов. То есть здесь, в принципе, идет подготовка какого-то очень странного социума. Ненормального, я бы сказала, социума. И люди воспринимают его адекватно, почему неадекватно, нет, я ошиблась. Они воспринимают его нормально, как должное. Вот ему говорят, что вот так должно быть. Правильно сказали про общество знаний. Это, в принципе, преподавание. Я преподавала в школе. Я из школы ушла. Я там не смогла преподавать. Я не уживу со школы. У меня не получится. Вот там, где я преподаю сейчас, там гораздо более демократичная ситуация. И там, как преподавать, я творчество свое могу больше внести. И я с детьми, хотя бы я преподаватель психологии, психология общения, социальная психология. Я по первым образованиям, я преподаватель биологии, я биолог. И я веду спецкуруз для девушек. Это гигиены, здоровье женщины и правовые взаимоотношения в браке. Любопытно. Да. Это прямо по теме мужского движения. Как и есть. И, к сожалению, да, как бы мальчиком ведет мужчина, я беру девочку. И того, что я говорю девочкам, я, к сожалению, не могу сказать мальчикам. Я знаю, что у них эта тема не проходит. То есть им эту тему не рассказывают. А я девочкам рассказываю. Я рассказываю без женского взгляда. Я стараюсь быть непровзятой. Я рассказываю, как есть. Как прописано в законодательстве, какие существуют механизмы, и как они исполняются или не исполняются. Я, собственно, преподаватель. Я не могу сказать, что я полностью непровзятый человек. Мы все люди. Но я стараюсь максимально отрешиться от своей гендерной роли. И быть таким, да, человеком со стороны. Просто показать картину. Все. Я не поклонница нынешнему политическому строю. Очень много у меня вызывают вопросы. Вот так и есть. Субурно получается. Как будете, наверное, там все это монтировать, подрезать. И минус, и плюс одновременно кто-то удивляется. Зачем и кому нужны ваши эти полтора, иногда бывает по три часа разговоры. Это прелесть того, чего не может позволить себе телевидение. Да. Большой поклонник Нила Постману творчества. Он всегда проводил вот эту разницу между газетой и телевидением. Что газета может себе позволить маленькую заметку, которая интересна очень небольшому проценту читателей. Да. И она увеличивает этим количеством читателей. Телевидение не может себе позволить передачу, которая интересна узкому проценту. Потому что он уменьшает этим количеством читателей. Отсюда происходит эта вот разница между печатным и телевизионным носителем. В этом смысле YouTube он такой гибрид. Узко направлено, да. Если кому-то интересно, вот в нашем движении, да, там люди регулярно занимаются тем, что называется, стримы. И у меня тоже там был эксперимент. Я думаю, я еще вернусь по поводу кино. Три-четыре часа человек говорит какую-то тему. Это интересный вопрос. Конечно, редко кто смотрит это повторно. Чтобы это повторно смотреть, ему нужно что-то особенное сказать. Ну, бывает и такое. Бывает. Тем не менее, на телевидении это абсолютно невозможно представить. YouTube это такая платформа, где это можно делать. Ну, или другая, где стриминг возможен. Меня зацепил этот, если можно, углубиться в этот. Прежде чем потом я там закладку себе оставил про тему РСП. То есть, в училище преподается предмет ОБЖ. Он ведется совершенно на официальном уровне. Он ведется раздельно для мальчиков и для девочек. При этом мальчики тоже совершенно официально проходят из серии, ну, что-то вроде НВП. Безопасность жизнедеятельности, именно физическая безопасность. Поражающий фактор ядерного взрыва. Противогаз. Сборка-разборка автомата. Калашников. Может быть, даже стрельба сами. Я не знаю, там может быть. Ну, мало ли. Возможно, физическая подготовка. Девочки в это же время проходят. Устроят репродуктивные системы человека. Семейное законодательство. Возможно, что-то имеющее отношение к психологии. Ну, да, как это психологически. Я вношу, да, элемент. Показание первой помощи девочке проходит достаточно подробно. И поведение в чрезвычайных ситуациях. Но до этого девочка, вот то же самое, что преподавалась с мальчиком, преподавалась мужчиной. То есть основной преподаватель – это мужчина. Он ведёт первый год, он ведёт ОБЖ и для девочек, и для мальчиков. А потом они делятся. Он продолжает преподавать мальчикам спецкурс, а я продолжаю преподавать девочкам. То есть они, по идее, девочки уже должны были получите знания, потом разделяются. Разделяется на какой основе. То, что мальчикам должна объясняться. Репродуктивная система мужская. Что это мужская? Вот, к сожалению, да. Оно почему-то как-то так получается, что да. Я говорю и о том, и о другом. Мальчикам, насколько я знаю, говорится только с одной стороны. Но вот оно как-то так сложилось. Уже обвинял и лишний раз скажу, что еще один раз приходится сказать, что государство уступает каким-то ренаблером в этой ситуации. Участие бездействием. Бывает там преступное действие, а бывает преступное бездействие. Вот это преступное бездействие. То есть, типа, людей намеренно изолируют от целого комплекса, довольно принципиально важных для жизни вопросов юридических, биологических. И они просто не получают эту информацию. А вместо этого получают через два, по-моему, дня. Да, у нас 23 февраля. Это отдельная песня. Я, наверное, буду отдельный ролик делать, но я не знаю, будет ли это к месту. Но я просто скажу, что я никого не поздравляю с этим праздником. И не даю поздравлений, и не принимаю. Потому что хоть я сам человек с военным билетом, и я умею стрелять там, и у меня золотой знак ГТО, но я всегда всем говорю, что не дай бог, чтобы этот праздник стал вашим. Что я желаю обычным людям. И, честно говоря, у меня сам наличие этого праздника, оно меня, в общем, напрягает очень сильно. Мне очень понравилось в одном из ваших роликов то, что мальчикам показывают оружие, но не показывают, что от этого оружия бывает. Вот меня это очень затронуло. Потому что действительно так. Я человек, который против войны. Меня очень трогает, когда люди убивают друг друга. Я считаю это ужасно. Потому что я считаю, что жизнь, она прекрасна. Ее нужно всячески поддерживать жизнь. И убивать людей, это преступление огромное. Даже если это на войне происходит. И последствия, когда человек применяет оружие, он прекрасно должен понимать последствия применения оружия. И не культивировать культ оружия. Защищать, да. Но не возводить это в культ. Я бы даже готов был, в принципе, возможно, это было в контексте выезда в военную часть, когда сын выезжал сюда. И к тому, что я не против того, чтобы, например, это было вменено в обязанность на определенных условиях. Признается всеми, что это обязанность, и за нее что-то дают в ответ. То есть это некий, ну, во-первых, желательно, конечно, чтобы это было добровольно. А во-вторых, что ты за это что-то получаешь серьезно. Например, серьезное изменение статуса. Например, может, это мало кого заинтересует, но какое-то время сын довольно далеко жил от школы. Вот он всю старшую школу, с пятого класса, он ездил примерно час в один конец. Пока он был маленький, его водили то маму, то бабушку, то все. Потом он начал сам ездить. В частности, мы с ним где-то лет с 14 уже думали, как бы так сделать, чтобы он получил возможность. А на машине это ехать близко. То есть он бы вместо часа тратил бы 15 минут. У меня есть машина, она стоит. Я думаю, каким образом можно сделать, чтобы у тебя были права хотя бы в 16 лет. Мы даже рассматривали варианты, только поковырялись, думаем, эмансипация. Вот откуда у него тема эмансипации возникла, он про нее упоминал. Мы копали эту тему, я даже думал, что если его по суду эмансипировать? Можно было. При согласии двух родителей и его заявлений, беседы с психологом, можно эмансипировать. Но я четко выяснил, что это не приведет. Не дает права на управление транспортным средством. Пробовали рассматривать ограничения на малогабаритные. Когда двигатель меньше, не помню меньше чего. Какой-то совсем маленький, то есть это должен быть какой-то мотороллер с крышей. Несерьезно, то есть никакого способа нет. Например, человека поставили под ружье, условно военнообязанный. Блин, ну дайте вы ему права получить. Нет, категорически нет. Никакого способа это сделать нет. Только какими-то, да. А брак создавать уже можно в этом классе. Да, с 16 лет он может. Совершенно закон уже без согласия родителей. В 16 лет он может, насколько я знаю, в 14 согласен родителей, если там особые условия существуют. Ну, насчет прям, что свободно не знаю, но то, что может вступить в брак, это точно абсолютно, при каких-то там условиях. А за руль машины сесть ни при каких вообще. При этом в каких-нибудь... В США, в некоторых штатах с 14 есть, с 16 лет. Да, это сначала ты ездишь с инструктором. Просто вот мелочь, которая могла бы, если бы вы людям это дали, это могло бы восприниматься как почетная возможность, как звездный десант, да, то есть есть гражданский, есть гражданин. Да, это милитаризированное общество. В принципе, это можно понять. Мы живем вот в таком... А мы готовы идем? Это должно быть чем-то компенсировано. Сейчас упирается во что? Что это без выбора и ничем не компенсируется. Огромные риски, временные потери, моральные, сомненные потери, риск для жизни. И чем это компенсируется? Ничем. Сейчас ничем не компенсируется. Абсолютно ничем. Нет. Компенсируется в удлиненном пенсионном возрасте. Возрастом, ну да. В контексте РСП, особенно вот учитывая... Это, кстати, крайне интересно. Раз девочки даже в училищах получают какую-то особенную информацию, юридическую и биологическую. Казалось бы, это должно приводить к тому, что у них должна быть повышенное осознание и повышенная ответственность к решениям, которые они принимают, касаемо вот вступления в брак, ну или в отношениях в широком смысле, и вопросы, связанные с деторождением. Не приведение к деторождению и последствия к деторождению. Практика, получается, показывает ровно наоборот. Наше разводное законодательство так устроено, что никаких причин не нужно официально. То есть человек просто заявляется о своем желании, и все. Это достаточно. Никакой ответственности за это не предусмотрено, а в определенных ситуациях это еще и вознаграждается. Да, если от удачного человека получить алименты, типа Бориса Беккера, то можно, в общем, обеспечить себе на всю жизнь. Почему такая легкость и безответственность в этом вопросе? Казалось бы, ну, девочки, у них от этого больше зависит. Они больше знают. Они должны по логике, получается, более взвешенные решения принимать, которые должны быть более устойчивые, более продуманные, более взвешенные. А по факту получается, что почти поголовно, если брать, что у нас сейчас процент развода в первых больше 50% уже, наоборот. Посмотрите телевидение. Я не люблю наше телевидение. Я туда захожу, так я включаю, здесь бухьёба, я вас выключаю. Посмотрите, что пропагандируется на телевидении. Информированность должна быть. То, что преподаю я, это вот такая капелька в море, крошечная. Тотальной информированности, осознанности нет. Девочки получают информацию, когда, по сути, они должны были ее уже получить еще в школе в восьмом классе. Скорее всего, они не получили эту информацию. Адекватно родители непредвзято об этих темах с ребенком разговаривать могут не в жизни. То есть информированности нет, осознанности нет. Идет пропаганда того, что такое поведение, это нормально. Эти развелись, этот ушел из семьи, это выгнало мужа и так далее. И это все вокруг нас, постоянно в информационном поле. Адекватной информации от человека, к которому дети относятся, дети, кавычку, относятся с определенной долей уважения, этой информации мало. Им там сколько лет? По 20? Они же получают эту информацию? Я сейчас скажу, когда 17, 17-17 лет. Но многие уже живут половой жизнью. Но все равно, хотя бы они пока еще не родили и в брак не вступили. Но они же вступят и родят. Вступят и родят. И снова вступят. И снова родят. И я надеюсь, что мой ограниченный круг, что они все-таки более осознанно будут к этому относиться. Но я не могу отвечать ни за других преподавателей, ни за систему в общем. Я в целом понимаю, почему. Скажем так, я могу понять, почему преподаватель мужчина может вполне осознанно избегать говорить на эти темы, потому что для него это просто плохо кончится. То есть, либо он хочет продолжать работать там, либо он как бы должен резать правду матку, невзирая на последствия. Продлиться это недолго, скорее всего, потому что кто-то что-нибудь запишет, выложит в интернет, и все. Скажет, о, МДшник. А они же все ненормальные, он порвался. Это возможно сделать корректно, не нарушая никаких законодательных норм. Это вполне возможно. У меня есть мечта в перспективе когда-нибудь записать, наверное, серию, сжать, хорошо подготовить, с графикой какой-то, именно уроки такие, то есть формат 45 минут, которые можно было бы безбоязненно поставить, проиграть, например, в школе на 7-8 класс. И думаю, это было понятно. Это интересный опыт. Это здорово. Боюсь, что с таким политикой такой. Нет, ну хотя бы... Я еще пока не готова, нарабатываю только. Смотрите. Базу. Я бывает готова с куроком, я беру какие-то ролики из Ютуба, да? При этом я не всегда беру научные ролики. Я последний раз показывала девочкам правила оказания первой помощи. Я взяла ролик записанный с известным человеком, оказание первой помощи при инфаркте и инсульте потери сознания. В ролике была ошибка. Я им прокрутила ролик, попросила их найти ошибку в ролике. Я часто включаю ролики, которые... То есть не профессиональные, это не научные фильмы, это ролики людей. Если вы создадите подобную базу уроков, вы их как-то назовете, то есть они будут выплывать по ссылке. И учителя, возможно, будут им пользоваться. Это же право учителя. Пойдет на риск или не пойдет учитель, это другой вопрос. Но такое право вы им дадите. Возможно, кто-то последует. Может быть. Ну, я когда-то задумывал, у меня как бы есть одна книжка, я на нее ссылку вставлял. Сейчас придется ее переселять, потому что Google Plus закрывается вот в апреле. Может быть, я как-то PDF смонтирую и всего этого. У меня там был задел сделан, идея книжки для подростков. И чем я больше как бы крутился в этой сфере, тем больше понимал, что не будут подростки читать книжку. Более понимают, что, скорее всего, это будет не книга, это будет именно какая-то подготовленная, очень так, надо всегда заниматься, в общем, смонтированная серия каких-то роликов 40 минут. Материал пока надо структурировать и очень по возрасту его тяжело калибровать, потому что есть вполне законные ограничения, есть, например, закон о защите детей этой информации над вредной. Соответственно, рейтинг должен быть, рейтинг должен соответствовать. Серьезно подходить к этому тяжело. Фактически я должен переиграть вот это вот государство, которое играет против мальчиков и не дает им эту информацию. Я должен каким-то образом обмануть, обойти, чувствовать себя как Салтыков-Щедрин, который, собственно, у меня, по-моему, под заголовок у книги, первый, так и называется, «Для детей изрядного возраста». Это же его, по-моему, фраза. Салтыков-Щедрин. Возможно. У него называлось «Сказки для детей изрядного возраста». Вот. Понятно. Так у Харламова, опять же, какую ты сказку знаешь, самую известную. Ну, рассказывай. Самую известную сказку. Мы живем в прогрессивном обществе. У нас все хорошо. Экономика разделывает и так далее. Ой, сейчас нельзя мне как учителю по этому поводу высказываться. Да, да, да. К сожалению, вот это так. Многие вещи, которые я хотела бы сказать, я не имею права говорить, потому что я дорожу своей работой. Да. Действительно дорожу своей работой. Иногда меня спрашивают мои студенты, да, вот, можно пойти на приз? Я говорю, да. Есть очень серьезные обстоятельства, потому что у меня есть семья. Например, я не могу идти на такую демонстрацию, я не могу открыто заявить в процессе в интернете, вещи, с которыми я не согласна. А я очень много, с чем не согласна. Почему? Потому что меня поставили в такие рамки. У меня есть семья. Может быть, укол в сторону мужского движения. Мало женщин сейчас могут позволить себе не работать. Большинство женщин, семьи не сидят дома. Они работают. Я работаю, я получаю зарплату, ну, чуть-чуть меньше, чем у моего супруга. Это порядка нескольких тысяч меньше. Да, то есть, я зарабатываю. И если моя семья лишится этого заработка, мы выжили. Но мы выживать будем гораздо более тяжело, чем живем сейчас. Не хотелось бы этого делать. Общее мнение, насколько я знаю, что это прямое последствие движения за равноправие. Это как бы оборотная сторона. То, как женщины хлынули, получили право работать, особенно это ярко, в США было в 50-е годы. И вы дали право найти его свободно. Автоматически спрос предложения, то есть, зарплату сделала вот так. Раньше, мне очень нравится пример, который Майкл Мур приводит, там, про своего папу. Папа его работал сборщиком на конвейере. По-моему, в Форде. При этом, трое детей в семье, дом, неработающая мама, две машины, которые они меняли каждые три года. И у него еще была пенсия и страховка. И они в отпуск ездили. Ну, это был средний класс. Это сборщик на конвейере. Сейчас сборщик на конвейере не может. Даже если их будет два и все. в России точно нет. Да нигде. Это исключено абсолютно. Человек с трудом вытянет один сам себя. Оборотная сторона того, что вдвое выше предложение, вдвое ниже оплата. Все. Ну, я могу сказать про себя, мне нравится работать. Действительно нравится. Я в своей работе себя реализую. Это не просто для меня способ добыть хлеб. Это способ моей самореализации. Для меня это очень важно. И я рада, что у меня есть право работать. Получается, что у права есть и оборотная сторона. Оборотная сторона состоит в том, что теперь среднее, скажем, домохозяйство опирается на два дохода. Один на один. Даже я сейчас. Понятное дело, что там алименты в моем бюджете составляют не самую большую часть, но поскольку мы зарабатываем примерно поровну с бывшей супругой, то это, в общем, существенно. Существенно, да. Существенно достаточно. Когда я не получала алименты, когда мы с дочерью жили вдвоем, я училась. Мы развелись, когда я училась на пятом курсе. Уже была дочка. Я после того, как ушел супруг, я уже сразу осталась. На то время я училась в научном отделении. Он был добытчиком в семье. Я не получала тогда зарплату. Я осталась как бы... Ну, как осталась? Я сразу пошла работать. Я пошла работать, я училась и работа в школе полунула. И несла. Да, было не очень легко, но адекватно я вполне могла покормить себя солью. Можно попробовать так вопрос сформулировать. Ну, или даже не вопрос, это, наверное, предложение. Такое ощущение создается, что, несмотря на всю вот эту повышенную информированность девушек, там, молодых женщин в вопросах права, биологии и так далее, как бы сказать, они недостаточно сильно, недостаточно напуганы тем, что они легкомысленно отнесутся к браку, особенно к первому браку, к ребенку, и очень легкомысленно относятся к тому, что типа, а, ничего страшного, первым не получится, будет второй. Я даже слышал такую легенду, я не помню, откуда она взялась, говорят. На русскоязычных форумах я много раз читал. Вторые браки гораздо прочнее от первых. В них вступают взрослые люди, взвешенные люди. Если взять любую статистику по США, например, и так далее, по нам ее сложнее найти просто. Первые браки это что-то около половины разваливается. Я продумаю, что больше, ну, допустим, половина. То есть даже по официальным данным, вторые браки 63%, третьи браки 75%. Ну, третьи браки это уже сильно. Как бы так напугать? Может, это не очень корректная постановка запроса, но тем не менее, как бы все-таки дать что-ли повышенное осознание, насколько все-таки это важно и принципиально, что это не какая-то там фигня, ерунда, что первый брак развалился и остался ребенок от первого брака. Что РСП это не... Это не норма. Даже не норма. Это не мелочь мелкая. Не мелочь. Это также не мелочь, как, не знаю, можно сказать, допустим, живут же люди и без руки, да, без одной. Ну, можно и без руки. По масштабу потери это, в общем-то, можно сравнить, ну, может быть, с левой рукой. Я давайте немножко сейчас вот со своей, да, субъективной точки зрения. Как для меня это ощущалось? С точки зрения эмоциональной, да, когда у меня расстался первый брак, я чувствовала, что у меня закончилась жизнь. В прямом смысле этого слова. Я, по сути, вот я вышла из суда мирового после развода. И я не знала, как я буду дальше жить. Не физически, не материально. Я просто не знала, как я буду дальше жить. Потому что в моей семье это абсолютно не норма. Я боялась посмотреть в глаза своим родителям. Мне было очень, очень стыдно. Я огромное чувство длины испытывала перед своим ребенком. В принципе, ответственное отношение и нужно воспитывать, это воспитывается, конечно, в семье. То есть это надо менять социальные институты. Нужно ответственное отношение к другому человеку, понимание того, что чувствует другой человек и ответственное отношение к собственному ребенку. Вот это то, что, наверное, способно сохранить брак, если его возможно сохранить. Я помню, когда я взяла свою дочь на руку, первый раз, что он мне дали ее, я говорю, это человек. Все, что я буду делать, теперь будет отражаться на этом человеке. Живой человек. Мне в 21 год дали на руку живого человека. Я должна этого человека забрать за воспитанием. И самый серьезный удар у меня был, это то, что вот как я буду своей дочери объяснять, почему так получилось. Потом я уже разговаривала, когда она была достаточно сознательного возраста. То есть у меня ребенок осознанно в этом участвует. Ребенок все знает. Она знает, что у нее есть биологический папа. Она знает, как его зовут, где он живет. И ей сказано, что если она захочет с ним общаться, я эту встречу обеспечу, если она выразит такое желание. То есть она полностью, ее никто не обманывал, ее никто не вводил в заблуждение. И ответственность, она обязательно должна быть. Это ответственность, это личная ответственность перед собой, перед своими родными и ответственность перед ребенком. Но это нельзя заложить в голову просто так. Это должно общество воспитывать. Это семья должна воспитывать. Чтобы это решение, когда распадается брак, это трагедия. Да, есть случаи, когда развод нужен. Я здесь не буду лукавить. Да, есть случаи, когда брак нельзя сохранить или не нужно сохранить. Кто-то может быть ценовато женщина, кто-то может быть ценоват мужчина. Но в большинстве случаев, если есть возможность сохранить брак, его нужно сохранить. Как я понимаю, это просто побочное, то, что сейчас описали, да, система легкого отношения, это вследствие того, что называется no-fault divorce, то есть развод без реформы, которая у нас наступила, без причин. Без причин, да. No-fault, это термин английский, он произошел из тех времен, в 50-х годах еще, по-моему. Дикси Форсайт, по-моему, говорила, что там в отдельных штатах чуть ли не 70-80-е годы, это времен Рейгана уже. То есть, чтобы провести развод, нужна была причина. И причин этих было, по-моему, три или четыре. Их нужно было доказать в суде. И все стонали, говорили, что это так ужасно, потому что, естественно, были злоупотребления, понятное дело. В любой системе есть злоупотребления. Давайте всех отпустим, хотя вот она говорила, что чуть ли не Рон Залевик, она для себя лично сделала, чтобы самому вступить в брак очередной. Может быть. Отпустили всех на волю. Причем, я говорю, в США это было уже вторая половина 20-го столетия, только-только это произошло. До этого нельзя было, просто пошел, и я хочу развестись. Вам нужно доказать определенный список причин. Если не причин нет, то какая у вас причина, для вас нет такой причины. Извините. Я вам расскажу диалог, который состоялся в суде при разводе. Я сейчас более сдержанный человек, тогда я была достаточно эмоциональным человеком. Ну, в силу, наверное, незрелости еще, да, моей психики, моего социального интеллекта. Я, конечно, это часть моей вины в разводе, я очень эмоциональна, я свои эмоции всегда выражала ярко, что сейчас очень хорошо подавляет мою вторую судьбу, мы так успокаиваемся, делаешь вдох, успокаиваешься и говоришь по существу. Тогда, да, были ссоры, притом у меня первый судьбок тоже очень эмоциональный человек, достаточно не сдержанный, никакого рукоприкладства не было, но были очень неприятные разговоры. Диалог в суде. Мне дают расписаться бумажку о разводе, а я не могу веро не ест, потому что у меня так вот текут слюзы и капают, заливают эту бумажку несчастную. У меня трясутся руки, и меня спрашивают, я бы, что плачете, что плачете? Я говорю, я не хочу разводить его, я его люблю. А мне судья говорит, ну у вас же нет выбора другого, он же все равно с вами разведется, ну да, я вам сейчас 3 месяца нарасту, ну что через 3 месяца с вами разведется, подписывается. Как бы вот, если бы действительно более ответственный к этому был бы подход, кто знает, как бы это все было. Может быть в лучшую сторону, может в худшую. Не помню кто, может быть Стефан Малиню про это говорил, он говорил, не знаю, про какую страну шла речь, в общем там, где требуется какой-то период обязательно, то есть когда пара заявляет о намерении, она не может сразу развестись, а там обязан по закону пройти какой-то период, полгода. У нас нет. Там существенный срок, нет, не 3 месяца, что-то речь шла примерно про полгода, и он говорит, что странным образом вот в этой системе в течение этих полугода существенная часть браков как-то там находит примирение, то есть это большой срок, людям не дают вот на эмоциях вот в этот короткий период не дают им таких резких решений принять, они говорят, нет, в этот период вы не можете это сделать. Если вы намерены, то вам нужно установить некую себе цель, цель, например, полгода. Если через полгода вы придете, у вас будет то же самое, вы будете утвердить своего желания, то мы туда это подтвердим. И большой процент людей не подтверждает это через полгода. Просто то, что люди, с одной стороны, можно сказать, людям ограничивают свободу, да, с другой стороны, на браке это действует странным образом положительно. В этом есть связь. И в этом смысле, когда говорят, что какая была ужасная система, когда развод был запрещен вообще, или он не существовал как механизма, его просто нет, ну толком нет, он есть номинально. На самом деле, система-то была не такая уж дурная, как выясняется теперь. И были существенные минусы, несмотря на это. Да, там были свои минусы, но были и свои плюсы. Были свои плюсы. Вопросы, цены вопроса. А чем будет заплачено за это? Допустим, вот те, кто предлагали, я даже могу понять, я вполне понимаю, люди, которые рассуждают перед некой комиссией, особенно состоящей хотя бы на половину из женщин, перед ней раскладывают на истории 20 женщин, живущих в чудовищных брачных условиях. Не знаю, эту избивают, эту насилуют, эту унижают ежедневно, у этой что-нибудь еще там с ней делают, прям психологически тиранят. Если мы сейчас не подпишем этот закон, они все будут продолжать мучаться. И люди на эмоциях, да, давайте сделаем всем хорошо, давайте разрешим им уходить в таких случаях, потому что видно, что здесь она ничего не докажет, здесь тоже не докажет, то есть мы не можем заставить их в суде доказывать. Единственный способ выйти из этой ситуации, они должны иметь право просто свободно выйти. И они все спасутся. И это правда, мы подписываем закон, говорим, вы можете выйти все. Но выходит-то не эти 20. Выходит еще большое количество. Теперь это начинает действовать на тех, кто еще только заканчивается школу, они уже знают, что они могут выйти в любой момент. И это меняет всю их как бы стратегию жизненную, то есть она меняется не у этих женщин 20, она меняется во всем обществе. То, что неупостно аналогию приводил, что представьте, вот у вас есть там стакан с водой и капля чернил. Вот вы капаете, каплю чернил в стакан. У вас что, стакан воды плюс капля чернил? Нет. У вас теперь другая вода. Вся. По-другому никак не может быть. Так работает общество. Хотел второй вопрос задать по поводу вот в контексте РСП. Это, наверное, в моем контексте деструктивно будет звучать, но все-таки я думаю, что у нас нет разногласий, что вероятность успеха в браке с ребенком от первого брака невысокая. Она и в первом браке невысокая, а во втором она существенно падает. И, честно говоря, тут должен, скажи, по мере того, как конформация об этом распространяется, хотят ли власть или не хотят, но термин звучит ругательно, но он как бы входит более-менее об этом начинают знать все. Скоро об этом и подростки будут знать. Я не знаю, будет ли это всем хорошо или всем плохо, если каждый, абсолютно железно каждый человек будет знать. Так же люди знают, что на красный свет не надо идти, а надо идти на зеленый. Так же люди будут знать, что с РСП связаться нельзя. То есть можно, но это чреват последствиями всегда, примерно теми же. Тем не менее, какой-нибудь на личном опыте совет, что женщина такое в себе поменять или развить или как-то, чтобы если уж она оказалась в такой ситуации, вот у меня, например, есть родственницы достаточно молодые, у кого есть уже ребенок от первого брака, я не могу им ничего объяснить, я вижу, что у нее есть некий набор установок, которые не позволят категорически связаться ни с каким нормальным человеком. Все-таки, если посоветовать женщину, то есть что им нужно такое в себе развитие поменять, чтобы у них появился шанс, пусть в такой тяжелой ситуации, имея вот ребенка, не имея на него алиментов, находясь в такой вот нашей среде, тем не менее, получить шанс, как из этой ситуации, ну, войти вот в эту маленькую часть, у которых второй брак все-таки получается и он получается хорошим, а не тоже через три года наканчиваются. Ну, во-первых, нужно поменять себя и свое отношение к очень многим вещам. Женщина, чтобы создать полноценные взаимоотношения, она должна сама быть полноценным человеком. Один из фактулатов моего отца, да, у меня отец всегда хотел мальчик, у него развлось три девочки, и он отца говорил, вы надеете, можете только на себя. Вы должны уметь прокормить себя при необходимости, вы должны уметь прокормить своих детей. У вас должно быть образование и вы должны быть личностью, вы должны из себя что-то представлять. Вот чтобы быть полноценным партнером другого человека, человек должен из себя что-то представлять. Он не просто должен искать ресурс, а как бы мне поудобнее прокормить себя и свой ребенок, а вот этот вот мужчина мне подходит в плане ресурса. Какие там личные качества этого мужчины, а что он из себя представляет, не важно. Или, ой, этот мужчина, у нас как очень часто у женщин срабатывает? Он обратил на нас внимание, и вот про выбор женщины. К сожалению, очень часто на женщин, особенно с не очень хорошей самооценкой, влияет такой фактор, как за мной ухаживают, меня обратили внимание. Берем, а вдруг больше ничего не будет? Очень часто мамы, к сожалению, девочкам, когда неадекватная опять же самооценка у девочки, воспитывается. Ой, ну ты у меня не очень красивая, не очень умная, бери, что вот первый, как он за вами решает ухаживать, вперед. Не очень, как мне кажется, хорошая политика. То есть надо стать кем-то, то надо понять. Модель брака, она уже должна у тебя существовать в голове. Какие ты хочешь взаимоотношения? Вот что ты хочешь видеть? С чем ты готова мириться? С чем ты не готова мириться в этих новых взаимоотношениях? То, что не должно быть потребительского отношения к мужчине, ни в таком плане потребительского. Очень часто в мужском движении поднимается потребительство с точки зрения материальной ценности. Здесь потребительство может быть с разных точек зрения. Вообще, может человек другой, не обязательно только мужчина, женщина, может рассматриваться только в качестве а чем ты не будешь полезен. Когда мы не видим другого человека, мы не видим его личность, мы не учитываем его интересов, того, чего он опять же от нас может быть хочет. Здесь осознание, главное осознанность и осознание рисков. Женщина должна понимать, что риск построить не очень хорошее взаимоотношение к ТРСП, он очень велик. И мужчина, по моему мнению, мужчина должен быть информирован. Да, мужчина должен понимать, какую я беру на себя ответственность, если я связываюсь с женщиной, с ребенком. Это действительно огромная ответственность. Это ответственность женщины, когда она принимает другого мужчину, невиологического за своего ребенка. Это огромная ответственность для мужчины. Должна ли человеку навязываться такая ответственность? Нет. Человеку не должна навязываться такая огромная ответственность. Это неправильно. Это выбор человека, связываться или не связываться, принимать этого человека, не принимать этого человека. Да, в моем мнении, что можно обойтись без оскорблений, да, можно не пускать, не говорить, что вот ты, ты РСП, ты человек второго сорта, поэтому можно с тобой сходить и кровать, но на никаких взаимодействий ты можешь не рассчитывать. Просто не связываться с этим человеком. Или ждать, когда женщина сама выскажет подобное. Это достаточно сумбурно, может быть какие-то уточняющие вопросы. Самое, конечно, парадоксальное здесь, но оно как бы и необходимо и парадоксальное, женщина первого своего, скорее всего, влюбилась на полном серьезе, но не смогла в нем увидеть человека, завоевать контакт. А теперь она должна по ту же задачу решить ситуацию намного более сложной, что уже как бы сужает и выбор среди тех, кого она это будет делать, и как ей. Вот, например, кстати, это просто одна из мелочей. В вашей ситуации печально, так, с точки зрения ребенка, я имею в виду, что отец там по каким-то причинам прекратил общение полностью. А если предположить, что он бы его не прекратил. Ситуация была еще более разбалансированной. Знаю семьи, в том числе среди родственников, кого активно вовлеченный папу первого ребенка и второй совместный. Даже как называть их не очень понятно. Дядя. Один ребенок называет папу, а другой называет дядю Вася. А живут они в одном доме. Я вам говорила, что мой муж уникальный человек. Как бы, ну это действительно так. Мы все относимся к любимым людям, наверное, немножко предвзято, да, и хочется их похвалить. Но это действительно так. Это такой холодный взгляд. У нас был об этом разговор. Когда еще не было лишения родительских прав, ну как лишения не было. То есть состоялся суд. После суда мой бывший супруг отказался у нотариуса родительских прав и написал разрешение на удочерение. Когда этот разговор стоялся, я говорю, а вот представь, он захочет общаться. Представь, он захочет общаться. Он говорит, да, почему нет, он имеет право общаться. Я уверена, это единичный случай. Это не то, что, ой, всегда так будет. Нет, это вот только в моем конкретном случае. Я уверена, что они бы смогли бы быть формальные взаимоотношения друг с другом. И ребенок бы общался. И здесь, да, и с мужчиной, который стал моим мужем, и со своим биологическим отцом. Но это редкость. Да, были бы проблемы. Нет, просто даже сам вопрос, что две вершины власти и кому подчиняться, в какой ситуации. Даже такая вот минимальная бытовая вещь. Я, допустим, моему ребенку могу сказать, будь дома в 10. Что-то папа разрешил, да? Это папа сказал, а тут дядя говорит, будь дома в 10. Ты вообще кто? Что значит дом в 10? Что значит дом в 10, да. Вы понимаете, что, скорее всего, эти разночтения, они и в обычной семье возникают. Когда ребенок становится подростком, да, вот мы стараемся, например, опять же, это опыт. Не факт, что я себя так бы вела, если бы сатамился первый брак. Это сейчас просто я человек склонный к самоанализу. Я все это разбирала, я думала, я смотрела, где я ошиблась, где я не так поступила, где нужно было поступать по-другому, а как правильно поступать. Потом возрастная психология очень много мне дала, сама как наука. Мы не выносим, вот у нас иногда есть разночтение в воспитании, но мы никогда не выносим, дети этого не видят. Мы пообсуждали, поспорили, вывели какую-то общую конвулу, и муж ее продиктовал. Был случай ссоры. Ну как, это не ссора, старшая дочь ссорилась с супругом. Ну ссора, это, вы говорите, это не ссора была, это было такое, ну, выяснение отношений. Он учил с ней уроки. Я в математике совсем, я в естественно-научном, в естественно-научном цикле гуманитарном. Он бог математики. Он учил с ней математику. Это было в четвертом классе в прошлом году. А он такой немножко такой, он педант, он такой немножко занудный человек, он будет объяснять, объяснять, объяснять. И они что-то говорят, я больше не могу, я вообще этого не понимаю. Он говорит, так, садись, я тебе еще раз объясню. Папа, я говорю, я этого не понимаю. Я сказал, садись, еще раз будем объяснять. Он никогда не повышает голос, но очень спокойно. И тут дочь, она швыряет учебники, если бы ты не был моим отцом, я бы тебе там сказала бы, ты что меня предлагаешь учить математику и так далее. Вот какие-то такие моменты. Я бы с тобой развилась, да. Да, 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 да. Развод идеи, еще хамилия. Он понял, что в этот момент он говорит, так, так, успокойся, 15 минут посиди, успокойся и продолжим. Будем дальше учить математику. Поэтому всегда брак с другим мужчиной и с новой семьей, в которой ребенок нет этого мужчины. Всегда проблем будет, их будет очень много. Это куча-куча моментов, которые будут влиять на всех. На этот риск ты или идешь осознанно, и ты понимаешь, что будет происходить. Например, вот мы когда создавали брак с новым супругом, когда как бы, ну вот он все сказал, что мы сначала стали жить вместе, мы не расписывались, потом он изъявил желание, он сказал, что давай распишемся. Я говорю, ты уверен, что тебе это нужно? Мы еще там, еще до удочерения даже словами, я говорю, ты уверен, что тебе это нужно? Я говорю, может быть, не надо? Потом он настаивал, мы все-таки, ну настаивал, настаивал, он сильно настаивал. Получилось, ну как получилось? Он сказал, я хочу ребенка. Я говорю, нет, я хочу ребенка. Я говорю, ну в итоге получился ребенок. Он говорит, все, теперь мы точно расписываемся. описывается. Когда удочерень, говорит, опять же, это не я, ой, давай ты удочеришь. Я даже не вынимала эту тему, прошло много времени. Он говорит, я воспитываю ребенка, я в нее вкладываюсь морально, материально, я хотела, чтобы она носила мою фамилию. Как ты к этому относишься? Я говорю, ну, есть случай, что биологический папа с ней совсем-совсем не общается, я, наверное, положительно к этому отношусь, но решение только твое. Я говорю, ты понимаешь, что этот ребенок будет, а ты будет в документах записывать, что это у ребенка. Опять же, ты уверен, что ты этого хочешь. Я ему рассказала все ужасы. Я его прям сильно, то есть я прям, я серьезно говорю, я с такой точки зрения, что я ему там расписала ужасную картину, да, развода, алиментов и так далее. Я говорю, ты уверен, что ты вообще хочешь что-то ввязываться? Зачем тебе это надо? Он сказал, нет, мне это надо. Он такой у меня, он очень спокойный, очень настойчивый. Нет, это надо. Я говорю, да, да, хорошо. И все. И ушла с этой темы. И не поднимала. Я думаю, он забудет. То есть он вот как-то это отпустит. Нет. Ты вообще собираешься что-то с этим решать? И в итоге вот в 7 лет, да, вот перед первым классом биологический отец отказался, да, мой бывший муж. Через суд удочерил. У меня еще супруг ребенка. А почему через суд? Разве через суд делается? Это делается всегда через суд. Вообще удочерение, усыновление всегда делается через суд. Даже если это супруг мамы. Потому что если есть согласие, то нет. Нет, только через суд. Мы собирали документы полностью о здоровье, о финансовом состоянии. То есть все документы, как на удочерение, на усыновление из детского дома, только один человек делает. И все. И через суд. Ни в коем случае нет. Не так. Есть согласие. Если нет, согласие, оно должно быть. Но без него просто этого не будет. Я могу сказать, что по суду, когда я подала на лишение прав, моего супруга не лишили родительских прав. Несмотря на то, что он вообще не общался и совсем не платил алименты. То есть в законе прописано, что это основание лишения родительских прав. Это не основание. То есть судья никогда по этим керлочкам не лишат родительских прав. Если человек нормально, да, социально, он там не пьет, никаких противоправных действий не совершал, его не лишат родительских прав. То есть его не лишили, мы вышли из здания сюда, он говорит, поехали к нотарице, я отхожусь. То есть мы поехали. А зачем вы тогда вообще в суд ходили, собственно? Он был не согласен отказаться. Почему-то я ему предлагала. Говорю, ну, ты понимаешь, ты действительно совсем не участвуешь. У тебя просто нет в жизни ребенка. Я ему предлагала. Я не агрессивный человек. То есть я там не устраивала никаких ужасов, как, ну, действительно, женщины делают очень гадкие и плохие вещи. Я не ангел, я не идеальна. И в браке я же говорила вещи, за которые мне стыдно. Но тут я ввела себя достаточно правильно. А мы написали расписку с супругом. Тут немножко такой момент, конечно, очень интересный. Бывший супруг, ну, как заставил нас написать расписку, но у меня лежит эта расписка о том, что мы обязуемся воспитать дочь правильно. Что мы обязуемся ей обеспечить, материально ее обеспечить, ее моральное развитие, образование и так далее. Мы написали расписку, он написал расписку, мы под ней расписались с супругом. Ну, то есть вот состоялся суд, мы пытались как-то поговорить, но диалог не получился. Три заседания было, да, три заседания было. Последнее заседание, ему не лишили рейсерских прав, постановили ему дальше уплачивать алименты. Мы вышли из здания суда, он говорит, поехали, я откажусь. Ты забираешь заявление на алименты, я говорю, да, давай. Он отказался, я на следующий день поехала, забрала заявление в алименты. Было ли мне неприятно? Да, я не говорю, что я делаю это из мести, и мне очень было неприятно. Я себя после суда, я себя чувствовала очень негативно. Мне было стыдно, мне было больно, опять у меня всплыло то, что вот не получилось тогда. Но я понимала, что да, наверное, это решение достаточно на тот момент трезвое и разумное. Интересно будет, как дочь себя поведет. Вот сейчас целая серия историй там разного всплыла, когда Йоганн конкурс последний свой объявлял по поводу трэшовых историй из жизни. То ли в комментариях где-то, но я просто слышал похожие истории, я допускаю, что такое может быть. История примерно так складывается, что первый папа, который никакой, там совершенно раздолбай пропавший, тоже в какой-то момент исчезает, потом его то ли отказывается, то ли вырешает прав. Приходит второй мужчина, замечательный, усыновляет, выращивает, дает образование, сожибись, после вуза. Значит, свадьба девушки, девушка приглашает. Каким-то образом на свадьбе появляется этот вот биологический папа. И она его всем представляет, как говорит, это мой папа. А почему я? А этот второй, как-то она вообще по-другому его называла. А это вот человек, который меня вырастил, да. И якобы этот человек со свадьбы поехал заявление на развод подавать. До него, на свадьбе дочери, значит, до него дошло? Как это все работает? Будет еще поздно, чем никогда. Мы оговаривали этот вопрос. Я вполне понимаю, что вот у меня дочь, наша дочь, ей сейчас 12. Подростковый возраст он уже наступил. То есть она на крайней границе нижнего подросткового возраста. У нее уже проявление подросткового возраста. Их заметно в поведении. Мы готовы к тому, что она захочет общаться. Я ей об этом говорю, что да, общайся, если захочешь. Если тебе это нужно, общайся. И там вот это ее жизнь. Мы все, что мы можем сделать... С одной стороны, она как бы из протестных соображений может пойти даже там, где явно ей было бы... Да, я знаю. Может, и не полезно общаться, но она может. А во-вторых, она может проявлять неподчинение здесь. И это более даже вероятно, что будет. Лексикон из серии «Ты мне никто». Ну, просто, да. И опять же, мы готовы к тому, что когда будет подростковый возраст, что будет этот подростковый протест, зачем ты мне это говоришь, что ты мне никто и так далее. Так как я психолог, я сказала, что ты будешь к этому, а потом я к этому готова. Странным образом, несмотря на всю нашу тяжесть с отношением, с отчимом, никогда, вот я почему-то эту тему, я, наверное, считал, что это запрещенный прием. Ну, понятно. Я никогда этого не использовал. Есть такие запрещенные приемы. Много чего говорил, много чего делал, но вот этого не делал никогда. Который может человеку очень больно сделать. То есть я ни разу в жизни не сказал, на нервах много чего говорил, но никогда не сказал, что ты мне никто никогда такого не был. Потому что я знал все-таки, что меня восстановили в год, меня вырастили, как бы то ни было. У меня есть крыша на голову и все. Есть список претензий тоже, но вот этого факта его тоже сбросить нельзя никак. Сейчас, конечно, я понимаю заднего мозга, но я его и восстановил по косвенным данным с разных родственников, что, конечно, там нажимали на мужчину. Он не просто так исчез, ему помогли исчезнуть. Есть некая часть, которая у него была, его личная. Ее можно было как бы разыграть в плюс, а можно было разыграть в минус. Ее помогли разыграть в минус. То есть сделали так, чтобы его подвели к тому, что тебя здесь не будет. В итоге так, что он, может, и сам даже не понял, что его разыграли с этим. Тема, конечно, все, что касается детей, она всегда очень болезненная тема. И максимально, да, вот я как психолог, я понимаю, как будет себя вести ребенок в подростковом возрасте, да, возможно сценарий. И я постараюсь относиться к этому, знаете, как когда больной человек, когда он из-за того, что ему очень плохо, он обижает других людей. Вот подростки себя так же ведут. Просто им плохо не в физическом смысле, не только в физическом смысле. Им очень плохо в социальном смысле и в психологическом, потому что они очень сильно перестраиваются. И действительно, вот в этом возрасте чаще всего и отношения с родителями, неважно, и с биологическими родителями также разрываются взаимоотношения. Здесь находятся другие причины, где не с родителями. То, что это будет острым моментом, да, скорее всего, это будет острым моментом. Мы постараемся его пережить. То есть я для своего ребёнка постараюсь сделать максимально, да, чтобы для неё это прошло менее болезненно. Я надеюсь, что получится. Я сделаю всё, что... Я не могу говорить за своего супруга, хотя мне кажется, что он тоже сделает всё, что от него зависит. Я могу только за себя говорить. Я постараюсь сделать всё, чтобы это вот прошло на меня болезненно, с наименьшими потерями для ребёнка. А там хорошо, если получится. Но я не жду, у меня не написан сценарий жизни. Я не жду, что вот будет точно так. Я готовлю себя к разным вариантам развития событий. И стараюсь моделировать, как я буду реагировать в том или ином случае. Чтобы не эмоции в тот момент включить, а включить в голову. Я постараюсь. Елена, я так понимаю, что объём на вторую часть личной жизни РСП мы наговорили. Хорошо. Хорошо. Хорошо.